Не, я им так сказала. Давайте мы поприветствуем, это Олег и Наталья Сайфулины, Сайфулины, Сайфулины. Здрасте. Будет дубль четыре, значит, у детей. Потому что я уже начал. Очень рад всех видеть. Мы с радостью видеть всички, ты. Ну, только мои пока. Ваше моё, ты деца? На самом деле мы и не уезжали. Потому что каждое воскресенье в 11 часов эфир обязательно в машине едем с нашего служения. Много что хочется сказать, но у меня ещё много времени будет с вами, поэтому оставлю. Много нечто я вам докажу, но много времени, чтобы прикормить вас после. И только конкретную вещь расскажу. Что докажет, но нечто. В том году, летом, мы с моей женой молились в морском парке о том, чтобы переехать в Болгарию. За досопреместием в Болгарию. Ну, как по факту, так и получилось. Так, так и получилось. Но что мы пережили, через что прошли, это вся слава Богу. И знаете, какие есть вопросы при переезде? Это документы. Это взаимоотношения с близкими, это вещи, как казалось, не так просто. Так вот, если мы говорим о первом пункте документы, кто-то скажет, что за деньги можно решить всё. Но, вот мы сделали, да, вот с помощью Андрея, ВНЖ мне, и открыли визу для детей и Наташи. И после того, как я получил карточку, прошло ровно две недели, как консульство в России перестало принимать документы вообще. Скорее всего, это связано с вступлением в Шенген, но как факт, я стою в чате, где активно люди делятся мнением о получении документов. И у многих истерика. Невозможно приехать в своё жильё в Болгарии. Не могут дойти в своё жилище в Болгарии. И этот чат превратился уже в продажу и аренду жилья. И то же чат в эти часы превратился в продаж и наим. Это реально. Да. Ещё один квест нас ожидал, когда мы уже непосредственно уезжали. У нас есть ещё один член семьи. Это собака-лабрадор. И она весит 49 килограмм. Не просто так я про вес её говорю сейчас. Есть правила перевозки домашних животных в авиакомпаниях. В турецких авиалиниях, в которые мы летели, в Нуково, Стамбул, Стамбул, Варна, есть лимит 50 килограмм вместе с клеткой. Клетка должна быть жёсткая, основательная. Клетка-то требует дать такого много тверда. И более того, она должна быть на 10 сантиметров больше, чем само животное. И требует на 10 сантиметров дать погулять от животного. И получается, сама клетка оказалась вот как от меня, вот до Наташи. И клетка-то беше такава от моего Наталия. И она весила 10 килограмм. И тято же еще 10 килограмм. Вот. А турки шейерлайнцы разрешают 50 килограмм. Больше нельзя. А турските авиалинии разрешают 50 килограмм. Я это знал за месяц. И мы начали активно бегать с ним. Я его на одноразовое питание перевел. Дошло до того, что через 2 недели, когда мы гуляли в лесу, он ел траву. То есть реально прям кушал ее везде. Как итог, за день до вылета я встаю на весы с ним. Вот такое беру. И он получает 46 килограмм. То есть на 3 килограмма скинули. И то и махну 3 килограмма сам. Вот. Приезжаем в аэропорт. И сдаем вещи. Одну, вторую. Чемоданы. Перегруз огромный. И нам представитель говорит, а собачку-то как? Чего? Я говорю, ну сейчас будем вешать. Она у вас в норму входит? Я говорю, ну сейчас все померяем. Подождите. Вот смотрите. Вчера нам выписали штраф. Турецкие авиалинии. Что мы пропустили какую-то сумку плюс 3 килограмма. Я вас не пропущу. Вчера лабрадор 60 килограмм. Люди на коленях стояли пропустить. Он, к сожалению, остался здесь. Во внуково. Ну вызывали там родственников. Они забирали. Да? Да? Хорошо. Вот. И ты казаха, чимаши куча, 6 килограмма и него пуснаха. Хората много искаха да гипуснат, но тени гипуснаха. И то есть вот такой напряг, непосредственно все, вот она черта, надо перейти ее. Мы решили с детьми взяться за руки, отошли и помолились. И не я молился, а Машу попросил помолиться. И молитва была прям по всем правилам, канонам. То есть она провозгласила, она поблагодарила, сказала во имя Иисуса Христа. И знаете, какой-то покой пришел. Я не знаю, давно у меня такого не было, я думаю, все хорошо будет. Вот. И все, вот он минуты икс взвешивают. Получилось 53 килограмма. Получилось 53 килограмма. Вот, с клеткой, да. С клеткой, да. И такая минута молчания. Одна минута на молчание. На нас смотрит вот этот представитель, я на нее. Мы вместе смотрим на этот значок с килограммами. И не заодно глядом и тоже знак на килограмме. И как-то... Еще вещи есть? И тебе тут им это лео что-то ищи? Нет. Я сразу не ес. Все, мы проехали. Все погрузили, все, благополучно доехали. Поэтому вот, мы здесь с вами, мы очень рады. Аллилуйя, ему слава. Слава Богу. Ну, мы дистанционно благословляем детей наших, да? Не будем уже. Спасибо большое, мы рады. Рассмешил. У нас есть еще одно обращение. Эдди, да, он хотел обратиться. Он хотел не только к нашей церкви, но и к церквям, да, к болгарскому народу обратиться через телевидение. Продолжение следует...